Сегодня, 3 июля, день рождения писателя, философа, широко признаваемого как одна из ключевых фигур 20 века, Франца Кавки. В первые десятилетия 20 века о Кавке знали немногие. Несмотря на то, что о нем с восторгом отзывались Гёс и Цвейк, для широкого читателя его произведения все еще были слишком шокирующими и необычными. К тому же Кавка неохотно расставался с рукописями, и если печатался, то отрывочно, что затрудняло понимание написанного им. Высший смысл своей жизни он видел в творчестве, а творчество как приближение к экзистенциальной истине, которую каждый человек, дабы не погибнуть, должен рождать из самого себя. Окончив университет в Праге и на 1906 году став доктором права, Кавка после годичной стажировки поступил на службу в Общество по страхованию рабочих от несчастных случаев. Еще учась в гимназии и университете, он вращался в кругах пражской интеллигенции, где познакомился со многими литераторами. Как и его сверстники, он интересовался философией Ницша, дарвинизмом, посещал социалистические кружки. Много читал, в том числе и русских писателей Толстого, Достоевского, Гоголя. Но постепенно складывался и заявлял о себе другой Кавка. Человек, живущий скрытый от посторонних глаз интенсивной внутренней жизни. Он начал писать еще в гимназии и со временем все свое свободное время стал отдавать литературе. Творчество стало для него насущной потребностью, одновременно мукой и блаженством. Он пытался выразить в слове нараставшие в нем чувство неустроенности, одиночества и страха. Кавка писал трудно, терзаясь невозможностью точно отобразить свое состояние. Он относился к языку чрезвычайно серьезно и не экспериментировал с ним, подобно своим современникам-авангардистам. Напротив, он доверял ему и ценил его ассоциативные возможности. Своим искусством Кавка хотел возвысить мир к чистоте, истинности и незыблемости, зная заранее, что внутренней жизнью можно только жить, а описанию она не поддается. Одна из примет творческой индивидуальности Кавки, тесно связанная с его мироощущением, это склонность к незаконченности, фрагментарности. Он не довел до конца ни одно свое крупное эпическое произведение. То, что задумывалось им как романы, так и не получило законченного художественного воплощения и было опубликовано только после смерти автора. В жанре малой прозы у Кавки, безусловно, были предшественники, которых он знал и читал. Однако он отличается от них неповторимым и только ему присущим умением объединить реальное и реальное, действительность и фантазию. Все его произведения имеют автобиографическую основу и построены на глубоко личных переживаниях, и в то же время они осмысляют парадигмы человеческого существования. Фантазия автора рождает образы и видения, далекие от реальной жизни, порой уродливые и деформированные. Но извлекая их из глубин подсознания, он не оставляет их, подобно сюрреалистам, в сыром виде. Он переосмысляет их и накладывает на тщательно выписанную картину реального мира. Кавка постоянно размышлял над вопросами бытия на всю жизнь, сохраняя интерес к философии Ганда, Гегеля и Ницше. С те же него парадоксальные правды о мире и человеке в вине, наказании и искуплении. В мире Кавки между проступком и наказанием, виной и искуплением нет прямой связи. Человека судят не гражданский, не какой-то высший суд, а больная совесть, кренящаяся глубоко в подсознании. Во многом, как персонификацию уничижительной оценки собственной личности, можно рассматривать самый известный рассказ Кавки «Превращение». Образ человека-насекомого и раньше всплывал в его сочинениях, символизируя неспособность персонажа жить среди людей. Немыслимое превращение воспроизведено с массой натуралистических подробностей, призванных убедить читателя в правдоподобии происходящего. Удивительно другое. Убедившись, что произошедшая с ним реальность, а не кошмарный сон, главный герой не мучается очевидными вопросами. Почему именно я? За что? Какие силы стоят за этим? Есть ли возврат к человеческому облику? Нет, он смиряется и воспринимает все происходящее с ним как должное. Собственно, герой рассказа с первых страниц – это не Грегор Замза, а то, что из него получилось в результате превращения, которое не было для него таким уж неожиданным. Автор разными способами внушает читателю мысль о том, что Грегор – не прекрасный принц, злыми чарами загнанный в обличие ужасного насекомого, а ничтожество, вполне заслужившее свою участь. В притчах Кавки нет поучения, его иносказания основаны на парадоксе. Повествовательное напряжение вытекает не столько из действия, сколько из отношения этого действия к загадочно-парадоксальной подоплеке бытия. Место поучения занимает жалоба, прелистережение и скрытый плач о невоплотимости в слове открывшейся художнику истины.